Привет, друзья! Мы находимся в Москве, в этом белом офисе Samsung AI Center. Новое очередное место работы Сергея Николенко. Здравствуйте. Сергей Николенко – это чип-весёщий офисер компании Euromation. Заодно он очень сотрудник Института стеклово-математического в Санкт-Петербурге. И сегодня мне удалось его выводить, чтобы пообщаться на всякие прикольные, интересные темы. Здорово. Ну, давай обсудим твое, я так понял, со мной вместо работы, компания Euromation. Расскажи так вкратце, чем вы занимаетесь. Ну, вот я зашел, как и бывает, на сайт, увидел, что вы предлагаете GPU-ресурсы. Также, я так понял, у вас некий зоопарк моделей. Ну и, конечно, сразу бросается в базар то, что вы предлагаете эти синтетические данные под задачу. Вот как это устроено, какой ресурс вы для этого делаете. Да, давай расскажу. Во-первых, мне очень приятно, что обыватели заходят к нам на сайт. Это несколько неожиданно, но хорошо. Во-вторых, да, Euromation организовался около года назад, и нашим первым проектом, с которого мы начинали, который в недавнее время был крупнейшим у нас, было распознавание товаров такого цикл маркета. Это такая типичная классическая задача компьютерного зрения, но у меня проблема в том, что в финале туда, то есть этих разных товаров очень много, их там под 200 тысяч, только в русскоязычном каталоге. И, конечно, нет таких людей на свете даже в Китае или в Индии, которые могли бы разместиться только фотографией. А то есть, пофотографировали бы проблему? Пофотографировали бы тоже проблему, но разместиться, конечно, еще сложнее, чем пофотографироваться. Вот, поэтому здесь как раз родилась первая идея применения синтетические данные. То есть, мы делаем 3D-модели каких-то товаров, кружки, бутылки, пакеты чипсов и так далее. Потом само приложение очень хорошо под это подходит, потому что одна и та же бутылка с разными этикетками – это сразу десятки разных товаров обычно. И, да, вот мы натягиваем этикеткой, текстурами на эти бутылки, выставляем на полки в нужном порядке, в случайном порядке с ошибками и так далее, и распознаем. Это более-менее работает. И это началось, как я уже говорил, год назад, то есть прошлой весной 2017 года. И где-то летом 2017 года мы поняли, что нужно бы закупить железо, чтобы это все делать. И картинки рендерить, и распознавать, тем более, обмечать веточки. Решили закупиться видеокартами. И не смотри. С тем, летом 2017 года был бум майнинга всяких лайткоинов, дейдинг-драк лайткоинов. В общем, всего основано на эфире, и все это требовало видеокарты. И все видеокарты с рынка были просто выкуплены. То есть это тупо, да, не найдешь? Да, не то, что они были там на 20% дороже, и просто не было. И трудно достать. Вот. И в этот момент мы, как любой AI-стартап, пошли на Amazon, пошли на Google Cloud, начали исследовать там варианты. И мы поняли, что на Amazon можно ферму с 6-ю GPU, год назад, сейчас я могу измениться, но в тот момент можно было ферму с 6-ю GPU снять за 5-6 долларов в час. Мы поговорили с майнерами и выяснили, что майнеры с такой фермы получают 5-6 долларов в день. И это был такой очевидный бизнес-оппортернити, который нам пришлось, ну, не то, что пришлось, но который мы решили использовать. И вот под это мы организовали торминсейл. Под это была изначально ориентирована наша платформа, которая в основном написана на ассайте. И под это мы сейчас собрали деньги, и вот как бы это наша основная продукция, мы должны его выкастить в моем бизнесе. То есть майнеры готовы, в принципе, отказаться от майнерга и предлагать своей мощности, простые варианты? Майнеры не простые, инфляватисты. И дать на четверть больше денег, они готовы превращаться на что-то. То есть можно, в принципе, задымфировать Amazon, приложить цену в твой ниже? Была такая идея, понятно, что прямо так вот с коэффициентом 10X она, конечно, не работает, но она более-менее работает. А сейчас мы расширяем идею этой платформы, то есть от Алины до видеокарты. Это была идея, которую легко продать, которая понятна всем инвесторам, в том числе кликты инвесторам. От этого мы переходим уже к идее платформы, на которой будут облагаться услуги, если это дипленинг, на которые будут тот самый зоопарк моделей, и будут, блин, обученные сети, возможности, обученные сети на своих данных. И самое главное, я надеюсь, что там будут люди. То есть я надеюсь, что там будут и ай-специалисты, отчасти. Там будут, конечно, наши ай-специалисты, но я надеюсь, что не только. И там нужно будет прийти и заказать, сделать себе какую-нибудь модель. А у вас такой рисочек постоянно ведется, вы стейт-лт-арт-подходы исследуете? И это вот в каких направлениях? Почти что по всех. Так получилось, что да? Значит, дипленинг у нас в основном делается в питерском офисе, вот в Санкт-Петербурге у нас офис для руководства. Там работает уже около 10 человек, что по меркам дипленинга довольно много. И мы в основном концентрируемся на компьютерном зрении, на компьютер-визион. Вот мы начинаем с этого литер-проекта, сейчас у нас есть другие проекты, но кроме этого, в принципе, весь современный машин-лёрнинг, мы готовы делать. У нас есть проект по обработке естественного языка, по анализу комментариев к новостным статьям, там сентимент, анализы с тематическим моделированием. Есть проекты по генеративному моделям, мы сейчас делаем совместный проект с компанией InSilica, тоже известный, не безответственный в российских кругах, по порождающим моделям для драм-эскавера, для анализа, для регулярной биологии. И, то есть, мы делаем всё. Ну, ещё, наверное, стоит затронуться большого аудитора, который, скорее всего, знает Сергея Никольникова, вот, ровно по этой книге, главный соавтор её. Сергей Никольников, Артур Кадурин, как раз вот из Инселикова. Да, Chief, наверное, тоже, да, или всё ещё. Слой сейчас сериал Инселик Тайвань. И Екатерина Архангельская, ну, я вот так вот просто явно и нагло рекламирую эту книгу, потому что, во-первых, она очень классная, во-вторых, ну, мне кажется, такую рекламу не стоит делать, цена явно занижена, то есть 550 рублей купить такую книгу, ну, то есть я бы такую переплатил и в Чехера, и вот она такая потрёбанная, потому что я её читаю с плюсами порой. Ну, мы читаем твой сайт для второго издания. Да, да, чёт, чёт, чёт. Так что, если вы вдруг слушаете это на канале, в том же, где проходит открытый курс машинного обучения, в общем, глубокое обучение – это следующий хороший шаг. И вот эта книга на русском, да и не только это, пожалуй, лучше чтиво про глубокое обучение. Сочетание и математики довольно серьёзное, такое фундаментальное, и примеров кода на TensorFlow. И такие лирические выступления интересные, и описывающие в целом глубокое обучение, как научная область, как она развивалась, в том числе и байки интересные. Лучше этой книги – это эпиграф. Да, да, эпиграф сочинял. Ну, сочинял. Ну, подбирал, подбирал, да. Да, не сочинял. Но там, да, с эпиграфом, там многие труды, с эпиграфом. Мне больше всего понравился эпиграф к Ганнам, генеративным, значит, порождающим соперничающим сетям. Ну, честно говоря, единственный эпиграф, который мне вот так понравился. Цитата Роналду, что вместе с отличным футболистом, мы с ним соперничаем, он великолепный, он вообще гений. И наше соперничество приводит к тому, что мы делаем друг другу, семья. Хорошо, а вот позиция chief research office. Вот мне интересно, как еще у вас KPI устроено, как ты руководишь людьми. Потому что вот я сейчас сам аспирант, там, говорю, защищаться в осенью. И мне, конечно, знакомо вот это втомление от поиска научных дел, там, отчаяние порой, вдохновение. Вот, как это все-таки перенести на рейтинг такого планирования, иметь деньги считать. Ну, потому что я вот был на собседовании в одной компании, крупной, в Амстердаме у нас еще базируется, и я просто спросил в лоб, а вы делаете какой-то пересечный такой прикладной? И на них мне ответили, что типа того, что... Не, у нас порой возникают идеи, там, типа, левник, там, ребята приходят, что-то предлагают. Но эти идеи не выдерживают никакой критики, и как только мы начинаем, типа, считать деньги, все понятно, что это сразу в малых, в минус, либо нет, у нас ничего такого нет. Понятно, что это как бы узколобый подход, так как можно... Может постичь судьба... Да, по общей стороне. Да, то есть может быть судьба кодека в таком случае. Вот, как у вас это устроено, и как вообще можно планировать лучшие исследования? Ну, во-первых, такого подхода у нас быть не может, потому что мы как раз те люди, к которым приходят за такими проектами. То есть не то, чтобы у нас есть какой-то основной бизнес, а к нему диплёринг, а диплёринг его улучшает, а не диплёринг, и есть наш основной бизнес. Поэтому, да, у нас, в принципе, я думаю, как в любой такой компании, проектная система, то есть есть какая-то задача, надо её решить, и мы выделяем её ресурсы для людей. И, конечно, это отличается от аспиратуры, честно скажу, но оказывается, что научные задачи это тоже можно решить. То есть, в принципе, задача поучаствовать в соревнованиях, задача... Вот недавно мы участвовали в конкурсе Deep Globe в Север-Пиар по обработке спортиковых снимков, то есть у нас приняли три статьи на этот форкшоп. Даже на шаг, кроме местных соревнований. А в Украине очень высокие, то есть третьи, четвёртые и пятые. Ну, то есть за третье место они должны были принять статью за пять, потому что не должны были. Нет, это очень серьёзно. Там участников... Ну, там участники, наверное, сколько. Я не знаю, сколько участников. Там сотни тоже. Ну, да, ну, как обычно, там половину сделали бы одно, чтобы наоборот оценить, сколько настоящих участников. Вот. Да. Ну, то есть это, в принципе, тоже был проект, который мы делали, как у любой другой проект. Не обязательно сносить непосредственные добрые. А вот если бы вы взяли толкового парня, только-только он с вами, и он там в первой задаче, что-то он ковыряет, сетки мучает, как-то результат пока не видно. Вот как скоро можно оценить его вклад? Вообще понять, что он какие-то релевантные вещи делает? Ну, то, что он делает, можно оценить почти сразу. Можно спросить его, что он делает. А, да, так, чтобы человек месяцами что-то ковырял, и у него ничего не получилось, мы бы об этом не узнали, пока все-таки такого быть не может, он слишком маленький, чтобы такое произошло. У нас 10 человек, мы поработаем пока в этом составе всего месяц-три. Так что все на виду, и все понятно, что нет. И вы все обсуждаете? Рассказываете, или там чаще? Ну, раз в неделю мы делаем такие мини-отчеты, а в целом мы, конечно, каждый день у нас. Мы вместе сидим, вместе работаем. А вот если это продолжается тебе представлять, то еще можно поговорить про «Что, где, когда?» Чемпион мира в соревновательном, «Что, где, когда?» Украдный. Украдный? Да. Вопросов я совершенно не запоминаю, потому что спортивная штука никогда устроена так, что просто каждую неделю какой-нибудь турнир, турнир это 36 или 45 вопросов обычно, и, конечно, все проходят мимо, и так. Если тебе зададут второй образ, тот же самый вопрос, ты на него, конечно, ответишь. Но вот так по щелочку вспомнить очень трудно. Поэтому, ну, давай, могу привести пример к какому-нибудь вопросу, который я целый в салют, потому что они помнятся лучше. К сожалению, я даже давно не писал вопросов. Ну, ладно. Ну, вот, например, такой ядр и черники невзрачные и довольно простецкие. Какой автор утверждал, что не случайно использовал в своей книге одна из названий черники? Там многие из названий? Да, точно. Это не все-таки принципиально. Наверное, какие-то детали можно было бы забыть. Ну, так, насколько я помню, если это не супер-блиц, то у команды есть одна минута, можно взять. Ну, пожалуй, я... Вот, кстати, меня больше всего смущает в этой игре, что все равно тебе надо будет как-то резь, и даже вроде вроде, вот, зачем это есть. То есть, если минута прошла, то это, наверное, страшный момент. Это самая противная в моей работе капитан. Так, я как в капитации команда. То есть, я пишу ответы на бумажках. И обычно это значит, что вот у меня есть пять игроков, каждый из которых играет лучше меня. Вот, а я все-таки чувствую, что мне вовсе не нужно, потому что я хотя бы за ним записываю. Но минус в том, что когда даже эти пять гений не придумывают, ничего, но все равно приходится что-то изобрести. Но я, пожалуй, не буду брать эту минуту и потом выкручивать с этими, а не все. Так что, послушаем. Да, но действительно, одному, это кажется, никогда совершенно невозможно. Это правда. Надо, чтобы было с ним поговорить. Вот. Ну, кстати, вдвоем, вдвоем, может быть, очень интересно. Я вообще думаю, что ты никогда это скорее трех-четырех человек из шести. Да. А, может быть, много гомона. Ну, дело не в этом, просто так, но каждый конкретный вопрос обсуждают обычно два-тричь человека. А остальные говорят, может, может, что-то скажут, может, статисты. Или выставят, что-то случают. Когда так получается, что или просто случайно собираемся в троих поиграть, или там бывают турниры такие на троих, на двоих, это всегда как-то энергичнее. То есть, больше и больше участия должно в вопросе интелета. Да, ответ такой, это Марк Трэн. И он сказал, что имя Хаттлбери, для своего героя Грифа Берифинна, он выгодил просто так. А, понял. для этого вопроса вот как раз четко-четко видно, что никогда один из таких важных принципов, которые не очень заметен даже в телевизии, не заметен со стороны. Это в вопросе всегда должно быть четко понятно, что ты предполагаешь, что люди знают, но это понятно, а еще должно быть четко понятно, что ты предполагаешь, что люди не знают. Вот в этом вопросе, например, ну понятно, я предполагаю, что ты знаешь Виктори Берифинна, но при этом я предполагаю, что ты не можешь по слову черника взять и перебрать на стол Хаттлбери. Потому что если ты можешь это сделать, то тебе вопроса нет. Но вот это всегда есть этот баланс, вопроса, что ли надо. И задача капитана, ну, во-первых, среди всего это гомона выбрать какие-то интересные версии. И, наверное, даже если есть уже хорошая мотивированная версия, если вам нужно дальше додумать о достаточном времени. Да, иногда бывает, что и первая версия звучит неплохо, но оказывается неправильной. А почему я тебя потерпели? Ты очень давно это был главной в автомобиле на портале и мы, хотя играли довольно долго, 2 года мы играли на полтора но никаких успехов не снискали, никаких салфик, который из нас не выиграл. Это было не за спеш. Но ты лично был знаком с Анатолием Дружьевым, с соседем? С соседем? Ага, ну я не такой заставил, что, где, когда, игрок. Да, а с Анатолием Дружьевым? Нет, с самого с Анатолием Дружьевым, почти все те, кого вы видите в телевизоре, они пришли в спортивном штабе, да? А в чем отличие? Отличие меньше, чем могло бы показаться. В принципе, это же игра и в телевизоре, и в спортивной версии. Шесть человек с капитаном думают над вопросом, обсуждают его минуту, и по истечении минут застает ответ. Разница в том, что в телевизоре версии просто в средстве формата нельзя сделать так, чтобы команды соперничали друг с другом. То есть, мне на самом деле часто кажется, что в телевизоре они специально это подчеркивают, абсурдные правила. Правила соперника, но они должны сделать какой-то вертикальный сериал, они должны сделать, чтобы между командами было соперничество, кто-то выходил в финал, кто-то выигрывал концов, там еще что-то. Но у них правила всегда какие-нибудь очень дурацкие, типа там последняя команда выходит, или что-нибудь такое. Они завидуют, нечестные, и мне кажется, это специально, чтобы подчеркнуть, что честного соревнования между командами и быть не может, потому что они отвечают на разные вопросы просто в средстве или формата. А спортивно, что когда команды отвечают на одни и те же вопросы, турнир обычно, живой турнир выглядит как несколько десятков команд в большом заде, им читают вопрос, после минуты они сдают ответы, бумажка. А как-то это помогает вообще в жизни в машинлёрнинге, в математике, как-то это коррелирует с твоей деятельностью? Можешь ли ты... Машинлёрнинг, вряд ли, раз уж ты эмпиграфы подбирать, он назвал довольно по-латыни, чтобы эмпиграфы разбирать, но в жизни, конечно, это помогает. Да, какие-то выводы для себя ты сделал по опыту эмпиграфов, чтобы никогда... Ну, что-то иногда это всё-таки довольно как бы специфическая идея собственности, скажем так. То есть, наверное, там есть какой-то этап, ну вот, сама идея, что никогда пришла из этих теорий про бронидж-тронг, какая-то идея вот этого обсуждения коллективного, что-то такое там есть, но, конечно, очень быстро ты просто начинаешь учиться в лучшем culture никогда, вот это, ну, как в любом виде. Если хочешь немного потягиваться, то хотим. если хочешь немного потягиваться, то но потягиваться. Ну, так, да. Ну, наверное, почему-то это учат, если там, наверное, такие же этапы отчаяния, flare-開心, Не отчаиваться. Да, потому что что-то когда, кстати, если кто-то еще не пробовал и хочет попробовать, самый главный совет от меня от кого угодно – это не отчаиваться. Потому что когда ты приходишь к тебе когда в спортивный первый раз, это и со мной было, и со всеми это было, ты приходишь, и на первом своем турнире ты не принимаешь половину ответов. То есть тебе кажется, что, боже, я ничего этого не знаю. Потому что все-таки невозможно набирать все время в вопросы, которые совсем никаких знаний не предполагают, которые это, ну, вот, проекты говорили, все-таки что-то они предполагают от игроков. И первый раз человек с улицы, ну, у разных людей это будет разная половина, но, как правило, среди человек половину просто не знает слов из ответов. И я думаю, что почему-то не мотивирует. Но, поверьте, это пройдет очень быстро. То есть через полгода игры вы поймете, что все эти ответы начнут повторяться, и вы поймете, что это просто какая-то стандартная эрудиция, которую несложно набрать. Даже итог – это игра из жизни темой. Ну, тут я в клинище. Если вы студент, старший курс и планируете инвестературу, не отчекайтесь. Обязательно будут этапы, когда хочется набиться или уйти работать в Яндекс.Мейл или уехать за границу. Нет, на самом деле просто надо пройти этот этап. Кстати, в России… Это большой плюс, на мой взгляд, от России, от российской системы науки образования по сравнению с другими, в том, что в России нет противоречия между тем, чтобы быть аспирантом, и тем, чтобы работать в Яндексе. Ну, так же, способности зависит. Параллельно тянуть непросто, да? Да, у нас все-таки нет такой системы, где аспирант должен там три года работать на руководителя, не получая никаких денег. Хотя в твоей же книге я вычитал, что разметка текстов и аудиосигнала, надо пометить границы каждой фонемы, что это делают обычно лапши научницы. Да, конечно. Бывают такие дела даже и в машинном обучении, которые очень лодные, очень противные, но требуют квалификации. Нельзя случайно у человека посадить замечательное посажение. Ну, кстати, если отлично поговорить, я в магистратуре работал, в бизнес-аналитике. Ну, карьеры меня посылали, перьем на три недели с выходных, там, в командировку, где-то. На ученце правильно говорится, было перьем. Да, у меня там экспериментарь. Тогда я еще не умел говорить перьем. Да, и что-то там нам в проекте все неправильно посчитали, нас оставили по выходным работать. Ладно, в общем, в магистратуре я не учился. Зря. Ну, почти не учился. Работал на галерах. Лучше бы я тогда знал про шах, оттуда попытался поступить. Но потом я как-то увидел свой потолок, решил пойти в аспирантуру. Потом я вернулся. Вот сейчас я в МНУ работаю, дальше тоже продолжим, как по рации. Но я в общем не раз не пошел, что в аспирантуру пошел. Там все время сохраняется желание учиться чему-то новому. Ты читаешь, ты видишь какие-то там формулы, какие-то новые статистические идеи, ты хочешь в них разобраться. Потом ты понимаешь, что тебе не хватает, допустим, я верю, и ты там пошел разобраться. Может быть, кто-то любит там продакшн, систему программирования сильно больше, чем я, но у меня вот в работе не возникает желания там разобраться в мур-мур хэш, допустим, досконально, или там даже в структурах данных каких-то. В структурах данных я тоже прощаю вам. Да, это тоже не наука, а другое. Да, ну это же бывает аспирантура коррект. Ладно, у меня пример такой, да, допустим, у меня гид-хабом платежи там на нужном мне уровне, но у меня не возникает идея там знать все про гид-хаб, или там как-то читать, читать в выходные проекты. Вот, так что аспирантура, ну, действительно, очень, вся атмосфера очень способствует тому, что ты быстро развивался, но потом, в принципе, перейти в корпоративный мир, ну, не такая большая проблема. Небольшая проблема, что корпорация хорошая попалась. Да. Вот NeuroMation хорошая корпорация. Так, твой стреклама. Уже и книгу прийти в NeuroMation. А у тебя не было никогда искушения пойти именно в корпоративный мир? Я ходил, я когда-то работал в Google, когда-то работал в Deloitte, да. Ну, поработал и перестал. А, про Google что-то, можно сказать, хорошее? Это был вообще дар новый. Это было лет десять назад, и когда Google приходил в Петербург, был такой период, когда Google открыл офис отработки в Петербурге. Они наняли туда половину команды разваливавшегося тогда Ворланда. Вот. Я, корону-то, никакого отношения. У меня как-то там обманутся манерами интервью. И наняли интерну. Ту-у. Майки еще совсем. А ты там Кномики шел, да? Тоже на листочках программировал? Классические. Я не помню. Там было интервью часов на пять. Ну, наверное, там было все. Вот. Да. Да. Но это не очень долго продолжалось. Я работал там меньше года, и быстро вернулся в академический деятельность. А ты же еще год учился в Америке, да? Когда-то был совсем давно. Нет, тогда. Вот я учился в Америке после школы в четырнадцать лет, и я там тоже школу заканчивал. Я не знаю, что это было. А, ну там ты как-то успел сравнить, как образование устроено в Америке? Да. Ты знаешь, в России есть стереотип, что в Америке все крупные, и школы там плохие, там ничего не учат, и как бы типа в Америке все крупные, но пока встать не поступят, там у чего-то друг все были. Вот. И я там был, я учился в очень хорошей школе, правда, очень как бы заштабном городе, но в хорошей школе у меня все дети частные, там были даже какие-то университетские преподаватели, и я могу сказать, что стереотип абсолютно правдивый. То есть там действительно ничего не учат в школе. И когда я пришел, я пытался, ну там можно выбирать себе курсы, я пытался выбирать какие-то курсы, там AP Calculus, там еще что-то, по математику, про науку какую-то. Нет, вообще бесполезно. То есть в итоге у меня осталось три уроки, английский там под разными названиями, естественно, American History и American Literature. Но там было много нового. А как же учат в Стэнфуре? Там специальные школы есть? Ты знаешь, мне кажется, что в Стэнфуре на первых курсах тоже не очень удобно. Вот в университетах американских становится уровень сверхвысокий, иногда транспиратура, ну и, видимо, магистратура тоже. А антропред там, я бы не сказал, что лучше российского. То есть мне кажется, что, опять же, я не знаю, кто нас смотрит, но на мой взгляд, я думаю, что я уже могу сравнивать, и российские вузы, хорошие, естественно, они, с точки зрения образования, вообще возможностей, они лучше, не смотрите на рейтинги, они лучше всех американских вузов, кроме вот самых новых. То есть, ну, конечно, МИТ еще лучше, конечно, и Стэнфур лучше. Но таких вузов там, типа, бесит, и попасть в них не так просто. А вот чем ходить в какой-нибудь... Ладно, никого побежать. Чем ходить в какой-нибудь среднестатистический университет штата, гораздо лучше остаться в Москве или Петербурге. Угу. Тут как раз таки хочется поговорить про Стэнфурдские курсы, тем более ты сам много преподаешь в нейронной сети, я тоже начал. Так, если посмотреть на курсы по нейронным сетям, вот такие, пожалуй, пара самых заметных, это Стэнфурдские как раз, CS231N, и Fast AI Джереми Ховарда. Джереми Ховарда такой кеглер опытный, здесь авторитетный, влияет на собственное кегл. И он подход предложил немного другой. Вот если в Стэнфурде подход более академический, и в том числе он более, можно сказать, нескруговый, то есть там предлагается сразу реализовывать все нейронки, и простейшие, полносвязные, там, и сестрчные, реализовывать прямо с нуля, нампай, бэкпроп писать собственноручно, то в Fast AI подход слегка другой, там, первым делом ты делаешь что-то прикольное, берешь там, кошек самых отличаешь, берешь предобученный, где-то перезнать, там 38, сколько, 4. Добучаешь его, и видишь результат, потом уже разбираешься, как это все устроено. Вот какой подход тебе ближе? Какой ты используешь сам на практике? Ну, смотри, мне кажется, что какой подход лучше – это дело экспериментального сравнения, как бы откуда лучше сперты получается, это лучше. А сам я в основном читаю лекции, я на самом деле много веду практику, и там очень много учений вообще, и природных сетям в частности. Но мне кажется, что все-таки самому реализовывать the propagation – это немножко переборь, ну, то есть там, не знаю, я вот, много занимался теоретичным компьютер-сайенсом, анализом алгоритмов. Вот у меня сейчас, собственно, главное мое научное направление – это, как ни странно, не машина, сетевые алгоритмы, алгоритмы. И, как бы, да, я вот разрабатываю алгоритмы, я не могу сказать, что я когда-либо в жизни программировал там свитч, прошивку для свитч. Это было бы удивительно, если бы я это понимал, что у меня это, наверное, получилось плохо, и зачем это делать? Вот. И, ну, мне кажется, что все-таки наука – это построено как… на наука строится цепочка постепенно обобщающихся абстракций, то бэк проходящий уже абстрактирован, и чем я в основном, как зовут. Ну, примерно так же Эндрю Гын говорит, есть SVM. Не пишите свой SVM, он супер реализован, супер оптимизирован. Ну, если вы будете писать все время… Писать свой сильный. Ну, зачем? Ну, все-таки у меня, скорее, взгляд отличается. То есть, вот я, там, почитал про Attention, твори книги, я, там, тебя горячно слушал. Ну, я сейчас, как все еще, не могу своими словами подробно описать, как работает Attention. Как, кстати, помню, полезно даже порой на собеседы ходить, я вдруг для себя обнаружил, что так без подготовки я не могу сказать, например, хорошо про Vertue. То есть, если я подготовлюсь, ну, ну, так далее, такой период. Ну, и сейчас это более сложные вещи, как там работает Bidirectional LSTM, ну, так, в общих чатах. И все же, если взять LSTM, ну, надо сказать, без подготовки, я тоже, наверное, не знаю, сейчас это съемка. Ну, давай. Ну, мне все-таки кажется, что если взять и реализовать тоже слои Attention, там, своими руками поковырять, как-то лучше запомнить. То есть там… Ну, слушай, ну, не надо сравнивать. Attention, понятно, что ты будешь реализовать это руками, а если… Ну, это что такое Attention? Какие-то… Что-то с чем ты складываешь, с какими-то ГСАМИ, какие-то новые Econation добавляешься, и ты же это руками не будешь делать. Ну, мне кажется, если ты делаешь что-то новое, это значит, что ты модифицируешь какой-то существующий Attention и тебе придется это делать руками. Но это не значит, что ты должен писать, как проповершенный атмосфер. Ну, правильно. А ты согласен, что Backprop, это величайший алгоритм в машинном обучении? Ну, хорошо. Backprop все равно не есть алгоритм. На выходе у него… Да, он правильно. На выходе у него… Градиент. Да. Это другое слово для правил дифференцированной композиции. Да, все правильно. Нашло хорошее применение, я не нашел. Ну, например, Андрей, Карпатый топит за то, что Backprop надо реализовать каждому своими руками, потому что потом будут проблемы с обучением нейронок, там, взрывающиеся кредиенты, задухающие… И если ты понимаешь Backprop, то ты просто лучше будешь… Я не вижу прямой связи, что я собрать руками и понимать. Конечно, нельзя обучаться машинному обучению и понимать, что такое производство. Это коротко. А как же фон Нейман? Я понимаю, и не фон Нейман, это был, пожалуй, Ричард Фейнман, кажется, его эта фраза. Я понимаю только то, что я буду реализовать сам ряд. Ну, Ричард Фейнман, сам ряд, это как бы для себя раскрыть это строго руками все-таки. Ну, хорошо, интересный вопрос. Да, да. Я, честно, не помню даже, кто это сказал, и не знаю, в каком контексте, но я думаю, что если Фейнман это сказал, то он имел ввиду теорию. То есть он имел ввиду, что я понимаю все формулы, которые я могу вывести, то можно согласиться. Сидеть практически реализовывать, это не знаю. Ну, еще, конечно, контраргумент, что все так стремительно разрывается, что нужно сохранить некоторый уровень абстракции, чтобы стоять на пучах гигантов и двигаться дальше. Да, да, поэтому может так глубоко вкопать это, наверное, ну, просто времени не хватит. Хорошо, я все же остаюсь в применении с... Я реализовал бы проб сам. Нет, нет, опять же, если кто-то реализовал бы проб сам, это хорошо. Это безусловно, что ты дает. А какое преподавание тебе больше всего запомнилось? Что тебе преподавание больше всего нравилось? Вот если что ты еще в присловно ездил там, как и что там началось? Ну, смотри, я в своей жизни очень много преподавал, до сих пор очень много преподаю, как-то вот, никогда это не было моей основной деятельностью, но как-то это всегда очень много. Вот мой курс машинного обучения, свой курс я читаю уже 10 лет, за это время он очень сильно изменился, конечно, сначала он был совсем братский, не наивный. Это в Питере, в каком уже? Во многих, он идеально как бы начинал в компьютер-сайенс-группе, это вот чудесная в Питере организация, которая, ну, дает возможность людям просто прийти и послушать реакции, действительно, от лучших преподавателей по разным областям компьютер-сайенс привлекают. Кто может приезжать на выходные, кто живет в Питере, кто может читать первые длинные курсы, им очень интересно, я в Питерском, в нашем третьем, очень рекомендую зайти в компьютер-сайенс-группинг. Вот, там это начиналось, это тоже смешная история, один из первых, не один из первых, не один из первых, а первый, основатель плуток, первый спонсор, Атон Лиходядов, когда мы обсуждали программу, он сказал, что, ну, надо как-то машин-вергинг, это уже был по-моему 2005 год, про машин-вергинг, никто из нас ничего не слышал для этого слова, и надо было кому-то читать спортсмашин-вергинг, но я вызвался, и с тех пор как-то и пошел. Но это еще было до революции? Это было до диплёргинг, да, но, вот, история такая. тоже, кстати, всем рекомендую, отличный метод разобраться в чем-то, подготовить, спортсмашин-вергинг. да, да, да. А вот, про Барселону, я слушал, как говорится. Барселония, очень интересная организация, Harbour Space University, ее организовали русские люди на немецкие деньги в Барселоне, но Барселоне место прекрасное, там Harbour Space называется, потому что, действительно, стоит в гавани, там вот вода, в воду дается небольшое здание, и вот соседнее здание это ехта. И там, как бы, и, да, их основная идея в плане учебного процесса состоит в том, что они, все курсы студентам дают методам погружения, то есть у них такой курс продолжается 3 недели обычно, 3 недели, 5 дней в неделю, 2-2 ревцы, то есть, получается, сколько, 15 дней, 30 лекций, это очень много, это 2 семестровых курса, если так нормально подойти, но, реально, так подряд читать такие напряженные лекции не получается, но это, типа, как семестровые курсы, как больше всегда, вот, и, я не знаю, честно скажу, я не знаю, хорошо ли это для студентов, то есть там мнение расходится, но, это, видимо, единственный способ, как они могут там существовать, потому что, приехать в Барселону полгода, это сложно, это, вряд ли, никого смогут привлечь, а, приехать на 2 недели, и они в результате привлекают очень хороших преподавателей, преподают настоящие звезды, такая, качественная серия, действительно настоящая звезда, и, очень хорошее место. Ну, да, часть студентов, наверное, был взрыв градиентов при обучении, в таком режиме, да, да, потому что, я тоже не стараюсь такого подхода, ну, если ты там, услышал новую идею, ну, тебе надо с ней переспать, надо там, где-нибудь на выходных попробовать своими руками, если там, да, короткий туториал про Пайтор, вообще прошел, дальше надо это все поковырять, и, например, девочку, кошек сам максимум написать, да, вот, кстати, наверное, в Евгении Беременко, туда жрят, больше всего, убедил, хороший способ попробовать, скататься, скататься, отдохнул там, успел. Ну, конечно, все-таки, очень-очень много преподавателей, очень интересного. Ну, у тебя был, готов, ты там допил его. А дальше еще готов, потому что у тебя, как бы, сначала две лекции финалистов, в день, потом еще две лекции для Пайор. Ну, это обычно. И плотника, то есть это четыре пары в день, каждый день, это очень тяжело, правда. Плотника. А вот, по-моему, того же Ричарда Фейнмана спрашивали, вот, как он все успевает в жизни, и он наделся тазой, про Николад, она тоже ее повторяет. Так вот именно, не успевают? Ну, вот как? Никто не успевает, и я, конечно, спеть не возможно. То есть ты сейчас живешь в Витиле, периодически ездишь в Москву? А сколько афеляций у тебя? Ну, пять, шесть. 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 И еще такие маленькие, естественно, нервные сети развиваются? Ой, да, да. Маленькая нервная сеть растет очень смешно. А ты как-то им будешь рассказать, про то, о чем ты занимаешься? Пытаться на них влиять, или посмотришь, как они развиваются? Ну, сейчас пока разные. Да, у меня растет дочка, Массия, и сейчас СИМ. Она еще только пойдет в школу, вот сейчас. Поэтому я думаю, что она еще плохо понимает, что такое производное, и еще раз машинное обучение изучать. Ну, кстати, такое ощущение, что в каком-то смысле, а в страхом математики, потому что он не влежит, да. Угу. А ты преподавал когда-то детям машинное обучение? Или вообще нужно ли это втащить в школу? Ну, в школу, опять же, непонятно как, потому что, ну, все-таки, правда, нужно, нужно понимать, как минимум, теорию вероятностей и математический анализ. Но там и другого в школе нормального нормального все-таки нет. То есть я не очень представляю преподавать машинное обучение в школе, так и так далее. Вот. В школе никакого нет, я, конечно, он никогда ничего не пропадает. Угу. Ну, просто я, опять, присядно, что я расскажу. Линейный алкогр, вот, мы изучали его на первом курсе, на физтехе, ну, процентов 90 уже, наверное, вывыкнулся. То есть я, конечно, вспомню даже, как сигулярные числа посчитать там и даже, что за ним стоит. Понятно, там, первое, что перемножание матрицы, какие-то базовые вещи, вот, но уже какие-то более продвинтые, ну, понятно, все вывыкнулся, я не очень понимал, зачем это нужно. А в детстве школьникам, там, в 10-м, 11-м классе, пусть даже в формате факультативных кружков, показать прикольные вещи, показать, там, классификацию ухожих собак, рассказать про будущее, там, из пилотных автомобилей, как это будет работать. Ну, это же замечательный курс. Конечно, можно. Да, это, да, как профориентная оценка. Ну, это в формате математических кружков. Нет, ну, хотя бы, нет, в формате математических кружков, это, конечно, серьезное обучение. Да, хорошо, согласен, но, да, скажем так, просто параметических кружков, кружков, но, хотя бы, все же, нам намекнуть, что нам нужна математика, серьезно, чтобы это понять. И тогда у них, наверное, больше будет, хотя бы, мотивация, они будут понимать, зачем у них эта линия на алгебра. Вот, потому что, конкретный сценарий, нормализация, сейчас так, артагонализация, матрица была, по-моему, Гаусса, Старградского, что ли? Да, просто на Вруках. Да, на Вруках. Но, когда я это изучал на конкурсе, ну, окей, значит, ручка, бумажка, последовательность действия я выполнил, потом читаю в хасте Титчуране, посмотрю, опа, это применяется, чтобы ускорять обычную линию регрессию, то есть, в эффективной реализации линию регрессии это применяется? Да, ну, это вот как раз к нашему разговору об уровнях абстракции, да, то есть, математика, она не просто посмотрите, какая вещь, вся математика где-то используется. Ну, мне здесь очень нравится подход, все же, Джерни Ховарда, у него курс по линейной алгебре, но ближе, как бы, к реальной жизни, то есть, он показывает, например, сжатие изображений, как это работает с помощью этих данных компонентов, то есть, сначала понятно, мотивация, зачем это нужно, потом он уже рассказывает, как это эффективно реализовано, какие алгоритмы за этим ставят, и какие ее реализации. и так, про ту же самую линейную регрессию, кто расскажет, как это делается, не градиантность, а как это делается действительно эффективно, с помощью автогональных разложений, и опять же, мотивация, потом уже конкретная реализация, вплоть до ковыряния в Бласе, Лобаке, вот в этих классических мотивациях. Ну вот, мне очень импонирует такой подход, может быть, я недостаточно теоретик. Нет, но это прекрасно, причем нет. Конечно, конечно, всегда лучше, если мотивация есть, чем скорее нет. Ну да. Так что поддерживают. Да, я очень рекомендую вообще сайт fast.ai, вот этот курс по меня алгоритм я не слушал, первую часть fast.ai я послушал, действительно очень здорово, там, уже на первой лекции рассказываются вещи такие из последних статей, или они реализованы в библиотеке fast.ai. Ну, правда, в второй части, если честно, я не смог слушать, там уже слишком много про самую библиотеку, слишком много комментариев в коде, как тут распарсил, как тут что-то сделал, но это надо просто сидеть за кампомом уже и повторять самому, если имеешь какую-то задачу. То есть там уже про сегментацию, про локализацию, вот такие штуки, по словам. А вот у тебя, может, какие-то лайфхаки все-таки есть именно про преподавание? Как преподавание? Вот вы все-таки в книге собрались и сделали ее как теоретически, так и практически. То есть есть примеры кода на танцорку? Ну, примеры, конечно, довольно условные, если ты обратил внимание, то есть они работают, но все-таки это, ну, как бы, даемность, конечно, мы не пытались какой-то реальный проект заполнить в книжку. Вот. Да, про преподавание, ну, я стараюсь сделать людям интересным, то есть я стараюсь, как бы, наверное, для преподавателя мой совет, разве что лайфхак, будет, ну, не ходить читателя без подготовки. Все-таки. То есть это на самом деле иногда сложно себя заставить, когда ты уже десятый раз читаешь одну и ту же лекцию, и все равно, вот если ты не подготовился заранее, у тебя какой-нибудь лишающий момент, что-то пропадет из головы. Вот. Поэтому у меня вот есть такой лайфхак на этот счет. Я, значит, искусственно заставляю себя возвращаться к своим лекциям тем, что каждый раз перед каждой лекцией рекомпилирую свой слайдер, вставляю туда, значит, на первую страницу случайные факты сегодняшнические. А, да. Ну, примерно, сегодня. У тебя уже станешь? Да, сегодня, там, 5 июля. Вот, значит, про 5 июля у меня были какие-то факты. И это, ну, это никому особенно не нужно, ну, там студенты смеются, ну, более, но это да, это позволяет, это заставляет меня вернуться и смотреть все эти слайды исполнить о чему лекции и так далее. Угу. Ну, кстати, возьму на вооружение. Я замечал, да, еще экскурсоводы, как они рассказывают, что они уже там спят, изнеможенные, допустим, и уже оцепленными глазами, а они продолжают рассказывать свою историю. Я замечал за собой похожие вещи, то есть я, если на 30-й раз рассказывать про те решения, я могу вдруг что-то выпалить уже, как на автопилоте, и только потом задумываюсь, блин, наверное, это не на 100% верно. Наверное, я сейчас не полностью вложился в эту фразу и что она у меня так выскочила, уже само по себе. Ну, это само по себе не страшно важно, чтобы это заметилось. спасибо. Спасибо. Может быть, пожелание какое-то, допутствие слушателям? Ну, так, погружайтесь в обучение, в глубокое обучение. Да, мы даже не поговорили про халявар, между глубоким и глубинным обучением. Ну, да. В Samsung в мире я сразу еще не пришел. Вот как это все хорошо. Можете говорить глубокое, да? Да, можно говорить глубокое. Вот. И в мире очень много интересного, и хотя мы говорили про машинное обучение, это, конечно, не единственная интересная вещь в мире. И я желаю каждому найти свою вещь, потому что это гораздо важнее, чем пытаться искать и выбирать какие-то популярные горячие области. Потому что, вот, кстати, мы говорили об образовании, и я, вот, честно скажу, как бы, я очень скептически отношусь к идее тащить какие-то горячие, популярные области в школу, там, пытаться это внедрять в базовое образование. Мне кажется, что образование должно быть максимально фундаментальным, максимально абстрактным. Просто потому, что есть вот этот вот window of opportunity, пока это маленький, это гораздо лучше в голову помещается, и если там вовремя не изучить математику, но это не совсем как иностранные языки, мы близко, мне кажется. То есть, надо успеть приучить себя к лучшему уровню абстракции, на раннем возрасте, иначе будет сложно. и поэтому это с одной стороны, а с другой стороны нет никакого смысла тащить, скажем, дипломную школу, потому что к тому времени, когда люди из школы закончат аспиратуру, мы не знаем, что случится. Потому что если бы я выбрал себе, например, карьеру, как самую горячую и привыкную профессию, я бы был в лучшем случае программистом, а может быть бухгалтериста. Понимаешь? То есть, и поэтому, опять же, всем советую, если вы чувствуете в себе силы, если вы чувствуете к этому интерес, не бойтесь получать абстрактное образование, не бойтесь идти на, не знаю, на отделение чистой математики, например, на отмех с какой-то, как я отошел, не бойтесь заниматься наукой, не бойтесь, что это что-то такое абстрактное, что вы никогда не примените, потому что, поверьте, от абстрактного к практическому перейти гораздо проще, чем наоборот. А абстрактное в практическое иногда является очень неожиданным. То есть, математика? Да, я не дал бы что. Ну ладно. То есть, математика это такие предобученные сущности, которые потом можно дофолиативно держать до нужной задачи. Ну, я не хочу звучать как это, как стоп математический, а физика тоже прекрасная наука, наука, прекрасная. Понятно, потому что не бойтесь теории. теория не применения. Как ты тут удобно учился, давайте неудобный вопрос задам. А вот все повторяют вот такую теорему, но фриланч. вот, а ты не разбирался? Никак. Не разбирался. То есть, как не уверишь? Я не знаю, что я верю, в чем не верю. А почему ты не уверишь? Ну, как бы, как бы, как бы, это показано теорему, это не наш волшебник. Я бы уже тысячи людей ее прочитали. Но мы этому и верим. Вот, кстати, это же... На самом деле, в математике с этим все-таки проще, чем в других науках. Наверное, наши слушатели слышали про «Retectation Critics», который в последние 10 лет просто выкосил там половину психологии, половину социологии, просто значительный участок медицины, просто исследования подтверждаются. В математике все-таки проще. Если теорема доказана, она доказана. В математике, может быть, статус видно, доказано, неизвестно, или, в крайнем случае, доказано, но еще не проверено. Вот, например, доказательства гипотезы планка Реперельманом, она некоторое время была в таком статусе. Потом они проверили. Естественно, поскольку это великая гипотеза, люди сделали это быстро. Вот. И... нет, это перешло, перешло статус это простой случай относительно. Я не сказал, что это простой случай. Хорошо. Доказательство, может быть, непростое, но все равно опиралось на имеющийся фундамент, теории эректических кривых, на топологию евроидической геометрии, все-таки это был такой шаг вперед, пусть и большой, но он достаточно был сообщен трех месяцев, может быть, полгода, чтобы навалиться на доказательства и подтвердить. Хочется почитать статью на хабре «Парадокс. Доказательства». Там про доказательства по цене гипотезы и там некий таинственный гипотез, как якобы создатель биткоина ему даже в том числе приписали. Это не выскочка, то есть он уже там в 23 года получил, по-моему, в Окспорте учености, в 32 начал публиковаться в топовых журналах «Enons of Mathematics», и тут он выкладывает у себя на сайте, не на архиве, а просто на сайте выкладывает 4 статьи в каждой примерно по 120 страниц, то есть в сумме на 500 доказательств и там везде цитирует он только себя, получается пирамидный результат на 2000 статей примерно, то есть он уже построил фундаментальный аппарат новый, математический. Ладно, я открываю, для меня это изучить как сверечный план, там как как и более того, специалисты по алгебраической геометрии там из Stanford из MIT мне открывают, и мне говорят, елки плакают, для меня это тоже торопочит, я не могу это понять. И ему предлагали выступать, рассказывать про свои решения, потому что сам никуда не стремился никому ничего доказать, просто выложил и все, и забыл. и сейчас вроде как четыре человека в мире понимают. Оказательство не только они находили какие-то ошибки, сам японец их исправлял. то есть как бы сомнительно. Вообще доказано что с этим делается? действительно согласитесь, что это все-таки уникальный практический случай. То есть это то, что это такой редкий случай, о котором все говорят, который привлекает большое внимание, само по себе говорит о том, что математика это редкость. Все-таки обычно доказательство это доказательство его трудно придумать и легко проверять. доказательство обычно с пациентами в работе. Но да, это все-таки слава Богу неестественная наука, в которой, чтобы проверить нужно повторить эксперимент. Это все-таки гораздо сложнее. Угу. А ты ожидаешь прихода к серьезной математике? Сейчас же она на уровне первого курса технического узора. Ох, это сложный вопрос. Но как бы все, конечно, мечтают, когда придет серьезная математика, все говорят про Мэрифл, про что-нибудь такое, про геомет, и все это, я не знаю. Я видел одного статию, в которой изучалось многообразие картинок сколько-то очень маленького размера, патчем 3х3 или 5х5 пикселей, вырезанных из настоящих фотографий. и, ну понятно, что, поскольку они состоящих в фотографии, это должно быть пообразить меньше размерности, чем 25 или 125, и они что-то типа доказали, получили, что оно похоже долгоклейно. Я не знаю, что это значит. В смысле, я не знаю, что это как долгоклейно, не знаю, что этот результат может для нас значить, но, может быть, даже что-то такое. Ну, хочется верить и, да, что мы все-таки будем понимать, как это все работает, а не только удерживать гипер-параметры, ну и даже новые штуки придумывать. Ну, как-то, мне кажется, мы это понимаем. То есть, мне кажется, что то, что мы не понимаем, мы не понимаем на уровне того, что этого просто слишком много. То есть, ну, как бы, не то, чтобы мы не понимали, что такое высоковерная пространство, но мы не можем себе это представить. Но, в принципе, геометрия там существует, а вот Samsung AI Center тоже как-то ставится задача и для теории продвигать это дело? Да, и для теории ставится. То есть, да, найдем много топовых совершенно людей. Вот, Дмитрий Ветров, Виктор Олимпийский, и, я думаю, что они здесь будут играть теорию. И, трудно себе представить предрепутывающего ветра, у которого нет играть теорию. Хорошо. на этой позитивной дате закончим. Пожелаем удачи. Развивайтесь как в теории, так и на практике делайте крутые вещи. Спасибо очень. До свидания.